Пенсионерка Галина Галушка почти три месяца не выходит на улицу. Она живет на пятом этаже. Но в их доме еще с осени не работает лифт. В такой же коммунальной блокаде оказалась и ее соседка. Сходить в аптеку, купить продукты помогают дети и внуки. За три месяца подъемник запускали лишь однажды. И то не обошлось без происшествий. Родные Валентины Бариновой застряли в лифте. Первый день как-то дали. Они 15 минут сидели в этом лифту. Краской воняло. Как-то уже, я не знаю, как они вышли. Кто-то там нажимал цемель. Старый лифт прослужил 40 лет. Срок эксплуатации давно истек. Люди опасались им пользоваться. Когда в управляющей компании предложили замену подъемника, согласились все без исключений. Ремонтные работы начались в середине ноября. По словам жителей, они были готовы терпеть неудобства. Их уверяли, что к концу года лифт запустят. Об этом свидетельствует и информация на подъезде. Я лично у рабочих спрашивала, как долго будет вот это все делаться. Они ответили, что так, это было 19 ноября начали. Они сказали, что до середины декабря, вы не переживайте, до нового года, в 20-х числах декабря, все, уже будете пользоваться лифтом. В управляющей компании подтвердили, монтажные работы завершились в декабре прошлого года. Но вот документы для приемной комиссии подрядчик отдал только несколько дней назад. Документы все в Ростехнадзоре. Как Ростехнадзор сегодня связывался, как они соизволят прийти к нам, принять лифты, так это будет сразу пущено. Прямо в этот же день. Аналогичная ситуация и в соседнем доме. По словам специалистов, от монтажа до запуска обычно проходит около двух месяцев. Обычно вот именно на этом этапе, который для жителей не заметен, он бесшумный, в отличие от строительно-монтажных работ у людей, возникают вопросы, почему лифты не начинают работать. Но до того, как они начнут работать, обязательно проведение испытаний всех систем безопасности. Лифты на улице Солмышской уже проверены на безопасность. Теперь дело за Ростехнадзором. Там нашему телеканалу в телефонном разговоре подтвердили, что документы получены. Теперь у ведомства есть 15 рабочих дней на заключительную экспертизу. Только после этого подъемник заработает. Каждый день люди с надеждой выходят из квартиры, подходят к лифту, нажимают на кнопку, но информационное табло по-прежнему сообщает ремонт, ревизия. Ольга Энгель, Семен Воробьев, Новости дня. Семен Воробьев, Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова